ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дальше мы двигаемся и проезжаем мимо Трифона Печенского монастыря. В России стало известно о Печенге после благословения новгородского архиепиского Макария на строительство храма. Преподобный Трифон Печенский возвел монастырь во имя Святой Троицы в Луастаре. Современный поселок Рзунова именно здесь жил с семьей будущий первый космонавт, летчик-испытатель Юрий Алексеевич Гагарин. Сохранился финский домик, в котором жила семья. В этом домике находится музей Гагарина. Заполярный город, в котором мы родились и живем, это самый северный город нашей Родины и ему 65 лет. Знаменит он не только своими жителями, первостроителями и ветеранами Великой Отечественной войны, но и своим уникальным дизайном. Мозаики, размещенные на здании ДК «Октябрь» и кинотеатра «Юность» являются уникальными. Сегодня город преображается и становится комфортным. Центр Печенского урага – поселок Никель. Никель – самый приграничный поселок. Часть построек поселка относится к финской эпохе, но сплав различных направлений архитектуры, ибо рельеф, расположенный на фасаде Дворца Культуры Восход, уникален. Вдалеке от Никеля расположены два озера – Пейс-Ярве и Сальмиярве. Там же протекает небольшой водопад около 8 метров высотой Шуань-Йоке и расположен кедровник. Одним из уникальных точек на карте России является памятный знак «Ноут-Кавару» – место, где пересекаются три границы – Россия, Норвегия, Финляндия. На побережье реки Пас по обе стороны государственной границы России и Норвегии существует международный природный заповедник Пасвик. Там же находится и памятник деревянного зодчества – православный храм, посвященный святым Борису и Глебу. Мы любим наш край, нашу малую родину. Гордимся нашими жителями – первостроителями, ветеранами войны. И с ним память о тех, кто освобождал нашу землю. Добро пожаловать в Печенский округ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова